Всем здравствуйте! Молочай или эюфорбия, растение суккулент, принадлежит к семейству молочайный, одно из самых выносливых и неприхотливых растений. В природе их насчитывается порядка 2000 видов. Многие из молочаев очень похожи на кактусы. Следует помнить, что все виды молочаев содержат млечный сок. В млечном соке содержатся ядовитые вещества, которые могут вызывать ожоги, воспаление слизистых оболочек глаз или носа. При попадании в желудок млечный сок может вызвать нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Поэтому при работе с молочаем лучше одевать перчатки. Молочай была жильчатой, очень похожей на ребристый. Это многолетнее высокое травянистое растение родом с острова Мадагаскар. Растения напоминают пальму. От крепкого зеленого ребристого ствола отходят большие овальные заостренные листья. По мере роста растения листья постепенно опадают, и между ребрами поверхность стебля покрывают трубцы от опавших листьев. Таким образом остается лишь макушка. Как и все суккуленты, молоча любит свет и не выносит переувлажнение почвы. Однако поливать его следует обильно, так как из-за недополива листья паникают. А вот к сухому воздуху он абсолютно равнодушен. Лишь иногда ему можно протирать листья или устраивать теплый душ в гигиенических целях. Комфортно себя чувствует при температуре от 19 до 25 градусов. В осенне-зимний период рекомендуется содержать молочай при температуре в районе 15 градусов. Размножается молочай беложильчатый семенами и черенками. Именно этот вид молочая способен на самоопыление. В молодом возрасте растения пересаживают ежегодно весной. Взрослые экземпляры раз в 2-3 года. В период активного роста, то есть весенне-летний период, не лишним будет внесение комплексных удобрений. Цветет молочай беложильчатый невзрачными белыми цветами. И на сегодня это все о молочай беложильчатом. Всем пока!